Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Панченко. Подпишитесь, кстати, если вы еще этого не сделали. За все это время, особенно после выхода фильма «Из Киева на Донбасс», накопилось огромное количество вопросов, которые вы присылаете и в YouTube, и в Telegram. Я подумала, что новогодние дни самое время на них ответить. И самый распространенный вопрос, безусловно, где сейчас Панченко? Друзья, большую часть времени я нахожусь на Донбассе. Сейчас я готовлю новый материал, который, надеюсь, смогу представить в следующем году. Это будет что-то очень-очень интересное. Тоже один из самых распространенных вопросов, нахожусь ли я сейчас в Украине. Нет, друзья, сейчас я не нахожусь в Украине. Дальше. Как и когда ты уехала из Киева? С 24 февраля практически все время я находилась в Киеве, поэтому на собственном опыте знаю, что это. Что значит жить в стране, в которой тебя абсолютно незаслужено, и об этом я тоже позже скажу, назвали предателем. Из Киева я уехала в середине августа. Один из самых распространенных вопросов, как же, Панченко, ты попала на Донбасс? Друзья, на Донбасс попасть гораздо проще, чем вы думаете. И всем тем, кто говорит о том, что моя поездка на Донбасс это якобы предательство, при этом утверждая, что Донбасс нужно вернуть в Украину, Друзья, готова поспособствовать в организации поездки в город Донецк. Позвонила своим друзьям, они мне в этом помогли. Опять же, это гораздо проще, чем вы думаете. В отношении того, как, собственно, рождался фильм из Киева на Донбасс. Если вы его еще не посмотрели, посмотрите обязательно. Меня никто не инструктировал на предмет того, что вообще в Донецке можно снимать и нельзя. Ко мне не подходили правоохранительные органы, не спрашивали, что я там делаю. Именно в этом ценность этого фильма, в том, что впервые за многие годы на Донбассе украинский журналист. И самое главное, что я хотела получить от этого фильма, понять, так чем же живет Донбасс все эти годы. Чем сейчас занимается Панченко? Друзья, сейчас невероятно много работы, я готовлю для вас целый ряд проектов. Сейчас мы готовим новый фильм о Донбассе, и мы готовим очень, как мне кажется, классный и важный проект, в котором я попытаюсь, используя весь свой багаж знаний, в украинской журналистике я почти 15 лет, объяснить вам, можно ли было избежать войны, кто в ней виноват, чем может закончиться вся эта ужасная история. На твои видео сняли обзоры украинские журналисты и блогеры, ожидаемо назвали предательницей и коллаборанткой. Как ты это воспринимаешь? Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем моим хейтерам, всем моим критикам, всем тем, кто снял обзоры часовые на мой фильм, который гораздо даже больше, чем, собственно, сам фильм. Хочу к ним обратиться. Друзья, спасибо за внимание, спасибо за то, что смотрите. Практически все ломы в Украине высказались, многие политики высказались, некоторые народные депутаты, опять же, побежали писать донос в Генеральную прокуратуру и в СБУ. Это обсуждается на украинском телевидении. И я рада, что вы, друзья, наконец вспомнили о Донбассе благодаря мне. Наверное, было бы неплохо, если бы вы это делали немного чаще. Все 8 лет с 2013 года моя позиция была неизменной. Я считала, что Украина должна выполнить Минские соглашения, пойти по пути нейтрального статуса, просто чтобы не допустить катастрофы. К сожалению, в моей стране сегодня выступать за мир означает быть предательницей. Практически с первых дней войны я нахожусь в так называемом списке коллаборантов и предателей, и, конечно, миротворцы. Все эти 8 лет в своих интервью я говорила, что моя профессиональная мечта поехать на Донбасс, эфир из Донбасса, эфир из Донецка. Я совершенно счастлива, и мне не стыдно перед собой, что я наконец сделала то, что давно должна была сделать. В конце февраля и в марте твои публикации в Фейсбук были довольно острыми и однозначными, но твоя позиция стала немного иной, что изменилось. Во-первых, моя позиция, друзья, повторюсь, 8 лет была неизменной. Я считала и считаю, что нельзя было заигрывать с войной. Я считала и считаю, что нельзя галичину натянуть на слабожанскую Украину, что в итоге сделали. Я считаю, что Бандера это не мой герой и не герой в Харькове, в Николаеве или в Киеве. И пусть он остается героем во Львове, если он там герой. Я считаю и считала, что нельзя не обращать внимания на Донбасс, что гордыня и высокомерие могут привести к катастрофе. И так случилось. Все эти 8 лет мы предупреждали, друзья, но нельзя все время обещать и не выполнять. Говорить, что мы выполним Минские соглашения и сливаться. Обещать и не выполнять. Говорить, что Донбасс раковая опухоль. Говорить, что дети там не мытые, не чесаные, что это может привести к катастрофе. Так и случилось. Поэтому о своей позиции в ней я уверена. После 24-го числа первые несколько дней мы продолжали наши эфиры. Более того, и вы можете проверить это, и мои публикации, и в моих эфирах я продолжала говорить. Нужны срочно переговоры. Нужно срочно идти на какие-то компромиссы, потому что будет катастрофа. В Украине я осталась одна со своей семьей. Хочу сказать, не судите, не судимы будете. Но, поверьте, для меня самое главное моя семья. За все это время не только мои личные данные, паспортные данные, адрес я вынуждена была переехать, потому что это было опасно. Сливались в сеть. Огромное количество угроз. В общем-то, за 8 лет травли и хейта со стороны урап-патриотично настроенных товарищей привыкла к этому. То, к сожалению, для моей мамы это очень больно. Очень больно, когда ей звонят, и пишут, и угрожают расправой. Почему ты Панченко не показала новостройки в Мариуполе и Аллею Ангелов? Чаще всего эти вопросы задают зрители из России. И я хочу пояснить, о чем и для чего, и для кого в первую очередь был фильм о Донбассе. Я рада, что его посмотрели в России. Но в первую очередь мне бы хотелось достучаться до украинской аудитории. Я много получаю, возможно, справедливые замечания, где, Панченко, ты была 8 лет, как-то слишком удивленной ты выглядишь в этом фильме. Опять же, чаще всего от российских зрителей. Все 8 лет я следила за тем, что происходит на Донбассе, как могла. И да, я не могла туда попасть. И в этом фильме мне трудно было сдержать эмоции. И, признаюсь, для меня это была самая непростая работа в моей жизни. Но когда я слышала то, что слышала от людей, которые 8 лет живут под обстрелами, и этот фильм для меня своего рода откровение, спасибо тем, кто посмотрел, кто не посмотрел, посмотрите обязательно. Моя задача была пообщаться с людьми и понять, чем они живут сейчас. Выполнила я ее или нет, это уже судить вам, друзья. Как изменилась жизнь после того, как вышел фильм из Украины, из Киева на Донбасс? Как изменилась жизнь после этого видео, кто поддержал, кто отвернулся, с чем пришлось столкнуться? Безусловно, я не ожидала, что будет легко. Да, я прекратила общение с некоторыми своими родственниками и с многими своими знакомыми и коллегами. Но самые близкие, и это единицы со мной. А что еще важнее, у меня появились новые друзья и близкие люди. Безусловно, эти месяцы и дни сделали меня сильнее. И самое главное, что я смогла понять, что ближе, чем семья, что важнее, чем семья, нет ничего. Семья и близкие. Карьера, достижения, успех, слава – это очень зыбко. Сегодня у тебя это есть, завтра нет. А семья – это то, чем стоит дорожить. И это самое важное. С какими блогерами и коллегами ты общаешься и как оцениваешь их деятельность? Друзья, я не люблю критиковать коллег. Я не опущусь до того, чтобы это делать. Каждый сам себе судья. И я никого не могу критиковать. Особенно, когда знаю, что очень многие, кто там находится, сейчас находятся под жестким давлением правоохранительных органов. Нам некоторых компромат. Кому-то угрожают. Я не буду называть имен, не буду оценивать. С кем общаюсь, с кем нет, тоже не буду говорить, просто чтобы не подставлять этих людей. Что сейчас с задержанными в Украине публичными деятелями и журналистами? Друзья, о некоторых мы не знаем, что с ними. Да, есть люди, которые пропали. Я очень хотела бы верить, что они живы, но связь с ними утеряна. О некоторых могу сказать, что живы, здоровы, но опять же в целях их безопасности не могу говорить. Поверьте, очень-очень не сладко пришлось многим. Мне, наверное, в этом смысле повезло. Очень важный вопрос, на котором бы я хотела остановиться. Можно ли было предотвратить конфликт? История не знает сослагательного наклонения, но не понимая, почему началась война, я уверена, мы не сможем ее закончить. Еще в 2019 году Арестович, который сегодня очень популярен в Украине, говорил о том, что война неизбежна, если Украина продолжит курс в НАТО. И это произошло, это видео распространено в YouTube, посмотрите. Владимир Александрович Зеленский пришел к власти и стал президентом на лозунгах о том, что он сделает все, чтобы в Украине был мир. Я президент мира, говорил Владимир Александрович в своей блестящей инуаграционной речи. Но сделал все наоборот. Умышленно или нет, покажет история. Я буду говорить хоть с чертом лысым, говорил Зеленский в интервью перед тем, как стать президентом. Не нужно запрещать русский язык, говорил Зеленский. И сделал все наоборот. Работая на Ньюзван, который закрыли ровно за год до войны, я следила за всем, что происходит в переговорном процессе, за каждым шагом. И ответственно могу вам сказать, в какой момент что-то произошло. Может быть, Зеленский хотел выполнить Минские соглашения. И если бы Украина пошла на это, а напомню, Минские соглашения всего лишь предполагали возвращение Донбасса в Украину на правах автономии. Если бы Зеленский в каждом своем интервью и шагами, безусловно, не говорил, как нам нужно в НАТО, было ли бы все по-другому. Да, есть вопросы к России. Самая внятная формулировка, которую мы слышали накануне 24 февраля, что в случае, если Украина откажется окончательно от нейтрального статуса и не выполнит Минские соглашения, в этом случае возможны меры военно-технического характера. Кто хотел, тот понял. Да, формулировка согласна, не совсем понятная. Но я больше чем уверена, что войну можно было предотвратить. И сам Зеленский в интервью говорил, что он знал о том, что будет война. До последнего вам об этом не говорили. До последнего говорили, что все будет хорошо, а в мае мы пойдем на шашлыки. Кирилл Тимошенко продолжал пилить деньги на дорожном строительстве, наверное, чтобы по дорогам лучше российские танки ездили. И Украина не центр вселенной. Как бы ни хотелось, многим моим соотечественникам и мы зависим от того, что происходит в мире. Сегодня Украина для многих торпеда, которая не должна уцелеть для наших западных партнеров. Я знаю, что в моей стране восхищаются, например, Борисом Джонсоном, называю его честь улицы и проспекты, или нашими западными друзьями Соединенных Штатов. Вы просто подумайте, излюбили к нам, они нам помогают. У власти сегодня актер, я очень хорошо знаю, какие-то люди, они очень зависят от аплодисментов, похвалы. И этими людьми легко манипулировать. Да, Зеленский сегодня, пожалуй, один из самых популярных людей в мире. И пока он выступает перед гостями Каннского кинофестиваля и раздает интервью мировым СМИ, а первая леди просит потерпеть 2-3 года, моя страна в разрухе, люди без света и тепла, и становится все хуже и хуже и хуже. Актеры, которые привыкли блистать, привели страну к катастрофе. Я всего лишь хочу, чтобы Украина сохранилась и как можно меньше людей погибли. И тут мы подходим к последнему вопросу, на который я сегодня хочу ответить, и самому распространенному, и самому сложному, чем закончится противостояние. Интересно, буквально за месяц до войны Арестович в интервью говорил, посмотрите, найдите это видео, что отправят Путину коньяк, если Россия признает ЛДНР. Россия признала ЛДНР, и потом началась война. Мне интересно, отправил ли коньяк Путину Арестовичу, и какой это коньяк. Украина платит огромную цену за то, что сейчас происходит. Украина расплачивается, и все мы расплачиваемся за легкомыслие, ведомость наших политиков, нашей власти. В частной беседе с одним из самых влиятельных людей страны, пожалуй, в тройке или в четверке самых влиятельных, я как-то спросила, ну вот вы говорите, что мы точно вернем Донбасс и Крым, а если случится так, что не дай бог Россия применит ядерное оружие, на что услышала, ну погибнет 60 тысяч людей. Главное, выполнить наши задачи, наши задачи, наши или не наши. Я всего лишь хочу сказать вам, что ваша жизнь только в ваших руках. К сожалению, за эти 30 лет у руля в Украине так и не оказалось ответственного человека, для которого рейтинг и деньги не так важны, как люди. Я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали, говорил Зеленский во время инаугурации. Сегодня он говорит вам, потерпите. Сегодня он говорит вам, мы вернем Донбасс и Крым. А еще до этого, а еще до войны, он говорил, что войны не будет. Можно ли верить тому, кто соврал так по-крупному? На все эти вопросы я обязательно буду искать ответы, конечно, вместе с вами, в своих новых проектах. И, пожалуйста, в комментариях к этому видео жду новых вопросов. Я очень стараюсь просто хорошо делать свою работу. Надеюсь, вы это оцените. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Подпишитесь на канал Панченко в Телеграм. Берегите себя. И в эти праздничные дни хочу пожелать вам, конечно, мира и благоразумия. Берегите себя.